Продолжение следует... Сегодня в Доме живых историй Иван Дьяченко рассказывает о воскресении из мертвых в Русской Православной Церкви. И еще. По молитве матери девушка возвращается к жизни. Кроме этого, ответы на вопросы телезрителей. Добро пожаловать в Дом живых историй. Меня зовут Оксана Ратушная. Сегодня мы будем говорить о воскресении из мертвых. Может ли человек воскреснуть из мертвых? Если опираться на здравый смысл и законы природы, то безусловно нет. Но история дает нам множество интересных примеров. Люди, факт смерти которых был засвидетельствован, неожиданно для окружающих, а возможно и для самих себя, возвращались к жизни. Такая вот невероятная история произошла с одним из послушников монастыря Киево-Печерской Лавры. Этот сюжет подготовили для вас наши коллеги Иван Дьяченко и Наталья Корж. Давайте посмотрим. Я есма воскресения и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Это слово, сказанное Христом, коснулось самым непосредственным образом преподобного Афанасия. В далеком XII веке в жизни этого монаха Киево-Печерского монастыря случилось событие, которое позволяет нам назвать преподобного Афанасия «Лазарем четверодневным земли Киевской». Преподобный Афанасий был чернорисцем, то есть монахом Святой Печерской обители. Жизнь он вел богоугодную и святую. После долгой болезни он умер. Братья отерло его тело и облачило в соответствующую одежду, как подобает умершему иноку. Но то ли ответственные за погребение чем-то были заняты, то ли по небрежности, то ли по странной забывчивости об умершем как-то забыли. На третью ночь игумен монастыря услышал во сне голос, упрекающий его. «Человек Божий Афанасий лежит два дня непогребенный, а ты и не заботишься об этом?» Как настало утро, игумен пришел с братья и к умершему, чтобы похоронить его. И, войдя в келью, они застыли в страшном изумлении. Умерший сидел в гробу и плакал. Ужас объял всех в виде его ожившим, но страх их очень скоро сменился на любопытство. Как верующие люди они понимали, что жизнь и смерть человека находятся в руках Божьих, и евангельские примеры воскрешений были тому примером. Больше всего их интересовало, что он видел или слышал. Но умерший и вновь вернувшийся в жизнь не в состоянии был что-либо говорить и только твердил одно единственное слово «Спасайтесь». Но они еще сильнее просили его, желая услышать от него что-нибудь, чтобы, как говорили они, этим воспользоваться для душевной своей пользы. Тогда он им сказал, «Если я скажу вам, вы не поверите мне и не послушайте меня». Но братья пообещала ему, «Сохраним все, что ты скажешь нам». Хотя, скорее всего, душа его была низведена в глубины адские. Так легче объяснить его иступленное молчание и отчаянный призыв «Спасайтесь». Церковное предание также рассказывает, что и Лазарь четверодневный после своего воскресения никому так и не рассказал о пережитом им после смерти. Так поступает и Афанасий. И лишь на просьбу братья о духовном наставлении он отвечает следующим советом. «Во всем имейте послушание к Игумену, кайтесь всякий час и молитесь Господу Иисусу Христу о том, чтобы окончить жизнь свою здесь и сподобиться погребения в пещере со святыми отцами. Ибо эти три вещи больше всех добродетелей, и если кто достигнет того, что исполнит их в порядке, будет блажен, только бы лишь не превозносился». «Дальше же не спрашивайте меня, но молю, простите меня». Можно только пожелать, чтобы и каждый из нас получал бы на свои вопросы такие же конкретные и ясные ответы. Но чтобы слова эти не остались только словами, Афанасий сам же их и притворяет в жизни, желая подготовить свою душу к святому исходу. Он сразу же и спрашивает разрешение у Игумена на затвор и, заградив двери, живет в пещере целых двенадцать лет, никуда не выходя, не видя солнца, беспрестанно плача день и ночь. Вкушал он через день немного воды и хлеба, и все те годы никому ничего не говорил. Перед самой смертью он призвал к себе братью и сказал ей то же, что в первый раз, о послушании, покаянии, смирении. «Я есть, мы воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет». Жизнь праведного человека даже после смерти может стать добрым примером и источником целительной силы для многих-многих поколений. Послание, которое принес воскресший монах, не потеряло свою актуальность и сегодня. И это важно не только для тех, кто всю свою жизнь посвятил служению Богу. Покаяние, молитва, послушание – одни из самых важных добродетелей в христианстве. Мы готовы молиться за вас. Звоните и пишите нам по адресу, который вы увидите на экране. Через минуту мы вернемся, чтобы продолжить разговор о воскресении из мертвых. Далее в программе. Когда мама нашла Наташу, казалось, что к жизни ее уже не вернуть. Самые безнадежные ситуации могут быть изменены, если рука Божья касается нашей жизни. Если вам необходима помощь и поддержка, свяжитесь с нами по адресу. Эммануил, Д-423, абонентский ящик 1, город Москва, 123-423, Россия. Телефон 8-800-200-99-88. История воскресения удивляет и сегодня. Героиня нашей следующей истории, Наташа Цупренко, тоже пережила воскресение из мертвых. Жизнь была для нее обузой, и она по собственной воле ушла из нее. Но у Бога были другие планы. Давайте посмотрим. Наталья Цупренко выросла в хорошей семье. Поэтому она всегда мечтала об искренней любви, счастливом браке и полноценной жизни. Тогда ей казалось, что ничто не может помешать осуществлению ее мечты. Я думала, что я самый счастливый человек, наверное, в жизни, потому что я нашла свою судьбу. Мы собирались с ним расписываться. И он часто приходил домой. Чисто случайно я полезла в куртку, ну, что-то взять. Вот. И я увидела иголки. Через некоторое время я обнаружила в сумке шприц с наркотиками. Не думая о последствиях, Наташа решила попробовать. Для меня сначала было страшно, как это взять шприц и иголкой загнать себе в вену. Но когда эту черту я переступила, было уже просто. Вместо искренней любви пришла общая цель. Просто общая цель, которая нас объединяла. Впоследствии тяга к наркотикам привела Наташу к воровству. О счастливой жизни она уже и не мечтала. Меня разыскивала милиция. Я была в розыске, в бегах полтора года. Жила у знакомых наркоманов в Полтавской области. Теперь ее жизнь была в опасности не только от наркотиков, но и от постоянного страха быть пойманной. Все это существенно отразилось на ее здоровье. У меня были задышки астматические. Ноги болели и уже гнойные, обсессы, температура. Я уже не могла ни колоться. То есть я уже не могла ни воровать. Я уже не могла искать деньги на то, чтобы кушать. Я вообще не говорю даже за еду. Не могла найти, ни раскумариться себе, то есть ни уколоться не могла найти. Я уже просто не выдерживала. Мне казалось, что я просто умру там. Наверное, нет такой больницы, где бы она не лечилась. Эмбулатура, стационарная. И дома под замок закрывали. За большие деньги ее лечили, врача нанимали. Но толку не было. Никакого толку не было. Я не сама не могла жить и не давала жизни своим родителям. Я видела, что у папы уже к тому времени уже два инфаркта было. Я видела, как мама, что она тает, как свечечка. Единственный выход для того, чтобы не самой не мучиться, не мучить других, я приняла решение просто уйти из жизни. Я ничего не видела. Единственное, что я ощущала, какое-то счастье, какое-то блаженство, что вроде освобождение какое-то. Мама нашла свою дочь, лежащую без признаков жизни. Приехавшие врачи констатировали смерть и увезли Наташу в морг. Я на колени встала и говорю, Господь спаси, сохрани ее. Сохрани, Господь, ей жизнь. Сохрани. Когда я пришла в себя, у меня появился страх. Я почувствовала, что как бы меня кто-то берет и вталкивает в мою плоть. То, откуда я так хотела вырваться. Наташа вовсе не хотела жить. И поэтому снова и снова принимала наркотики. Родители же продолжали бороться за ее жизнь. Папа вывез Наташу в Крым. Ни солнце, ни море, конечно, меня не радовали. Я была разочарована жизнью. Я размышляла внутри себя. И вдруг я услышала, где-то недалеко кто-то играет на гитаре. Я услышала имя Иисус. Я поняла, что песня о Боге. Такие слова звучали. Сколько раз ты меня, Бог, спасал. Сколько раз ты мне руку давал. Сколько раз не могу сосчитать. Так могу ли Бог тебя я предать? Я поняла, что это чудо какое-то. То, что я осталась жива. Я упала на колени. Просто начала плакать. Женщина, исполнявшая песню, подошла к Наташе, обняла ее и стала рассказывать ей об Иисусе и о его смерти на кресте и о последующем воскресении его из мертвых. Она мне объяснила, что мне надо просто попросить прощения перед Богом, что мне надо примириться с Богом, что есть личность, которой ты в ссоре из-за греха. И я почувствовала себя легче тогда, когда я попросила прощения у Бога за все свои грехи и за тот образ жизни, в котором я жила. После того, когда помолились за меня, я почувствовала, что у меня прекратились ломки. Я просто счастлива, что у меня есть Бог. У меня есть цель помогать таким же людям, как и я. Вместо смерти Наташа нашла новую жизнь во Христе Иисусе, который для того умер и воскрес, чтобы дать жизнь каждому, кто обращается к Нему. Люди говорят, Иисус Христос воскрес из мертвых. Я думаю, ну как это можно из мертвых воскреснуть? Теперь я свидетелью тому, что моя дочь воскресла из мертвых. Я не перестаю молиться и не перестаю благодарить Бога за ее исцеление. Я благодарна Богу. Благодарна Богу за ее спасение. Есть еще много историй о воскресении из мертвых. И в нашей программе мы будем рассказывать о них. И вот в чем вопрос. Кто воскресил всех этих людей? Библия говорит нам о том, что это делает Бог. Две тысячи лет назад тому произошло событие, самое важное в истории человечества. Сын Божий Иисус Христос воскрес из мертвых на третий день после Его мученической смерти на кресте за грехи всех людей. После своего воскресения Иисус явился ученикам, которые все еще сомневались в Его воскресении, и сказал своему ученику Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри на руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня». Блаженны, не видевшие, но уверовавшие. Это о нас с вами. Вера может творить чудеса. И сегодня мы можем сделать первый шаг веры, обратиться к Богу, которого мы не видим. Вы можете повторять за мной. Дорогой Небесный Отец, я верю, что Ты – Бог, сотворивший небо и землю. Я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте за мои грехи и воскрес к моему оправданию. Дорогой Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи и войди в мое сердце. Я смиряюсь перед Тобой. Я хочу быть послушным Тебе. Прославься через мою жизнь. Помоги мне устоять в искушениях и наставь меня на путь истины во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мы встретимся через минуту, чтобы ответить на ваши вопросы. Далее в программе – ответы на вопросы телезрителей. Все истории в нашей программе – это свидетельство того, что Бог реально отвечает на молитвы. Если у вас появились вопросы или вы хотите поделиться своей историей, пишите нам по адресу. Эммануил, Д-423, абонентский ящик 1, город Москва, 123-423, Россия. Телефон 8-800-200-99-88. В Дом живых историй приходит много писем с вопросами от телезрителей. И в одном из них нас спрашивают, зачем умер и воскрес Иисус Христос? Неужели нельзя было обойтись без этого? Вы знаете, это настолько сложный вопрос, что действительно мы ответ искали полдня с нашей командой и расстались мы так и не найдя ответа на этот вопрос. И когда расставались, мы договорились, что будем все молиться, чтобы Бог дал каждому ответ. И на следующее утро мы встретимся, и мы решим, какой же ответ мы дадим в программу нашим телезрителям. И когда я ехала домой, вдруг я вспомнила о том, что совсем недавно я познакомилась с человеком, который является бывшим криминальным авторитетом, а сейчас он священнослужитель. И он рассказал мне, что этот вопрос мучил его. Он спрашивал у Бога много раз в молитве, «Боже, зачем ты это сделал? Иисус, зачем ты полез на крест?» Так он тогда выражался. И зачем нужно было это делать? И зачем нужно было умирать? Зачем воскресать? Зачем? И однажды, когда он не ожидал, Бог дал ему ответ. Он проговорил к нему в сердце. «Я видел тебя в туннеле времени, ищущем меня. И тогда я сам нашел тебя». Вот эти слова, которые он мне рассказал, они потрясли меня и коснулись моего сердца, потому что этот человек был бандитом. Его поступки, его образ жизни ничем не напоминал человека, ищущего смысла, ищущего Бога. Однако Бог сам увидел его, ищущим его. Я подумала, что, наверное, люди, когда они просто живут, просто ищут правды, ищут любви, ищут смысла в жизни. Вероятно, Бог знает, что на самом деле они Его ищут. И Он тогда приходит к ним. И я думаю, что нужно искать Господа, задавать Ему вопросы, обращаться к Нему. И Бог, Он верный, Он всегда отвечает, Он всегда приходит, и всегда наполняет нашу жизнь радостью, любовью, смыслом. Он советник мудрый, поэтому во всех ситуациях прибегайте к Нему за ответами. Он ответит. Друзья, на сегодня все. Я прощаюсь с вами до следующей встречи в Доме живых историй. И оставляю вас со стихом из Библии. Бог воскресил Иисуса Господа, воскресит и нас силою Своей. До войны Иван был художником. После победы он отправился в дом своего товарища-однополчанина, который спас ему жизнь в жестоком сражении. В память о погибшем друге Иван нарисовал портрет и принес его в дом предков. Отец погибшего солдата был состоятельным человеком, благородным лордом. Лорд хотел заплатить за портрет, но Иван отказался. Сын лорда отдал за него свою жизнь, и никакие деньги не могли сравниться с такой жертвой. Спустя несколько лет благородный лорд умер, и его поместье выставили на аукцион. Вместе со своим сыном лорд много лет коллекционировал произведения искусства. Со всего мира собрались покупатели, чтобы участвовать в аукционе. Любопытно, что распродажа началась с портрета сына лорда. Никого не интересовала картина неизвестного художника, даже за очень низкую цену. Но распорядитель настаивал, чтобы прежде всего был продан портрет сына лорда. Наконец, сделка состоялась. Бедный старый садовник мог дать за портрет лишь небольшую сумму. И так, как никто не предложил больше, картина была продана. Все с нетерпением ожидали начала настоящего аукциона. Но вместо этого аукцион был объявлен закрытым. «Получивший сына получает все», – воскликнул распорядитель. Потому что в своем завещании благородный лорд поставил условие. Тот, кто приобретет портрет любимого сына, приобретет все состояние. Бог предложил вам самый большой дар – его сына Иисуса Христа. Когда вы принимаете его, как сделал садовник, вы принимаете все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова